В Жамбулской области более 3000 учителей не прошли пороговый уровень при сдаче квалификационного теста. Об этом сегодня на информационной площадке региональной службы коммуникации сообщил руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Жамбулской области Дамеш Ускумбаева. Департаментом по обеспечению качества в сфере образования Жамбулской области в первом квартале 2021 года было проведено 27 контрольных мероприятий. Из них 14 – профилактический контроль, 11 – исполнение предписаний, 2 – внеплановые проверки по обращениям. Как известно, одной из мер, чтобы поднять статус учителя и вернуть уважение к профессии, стало повышение зарплаты педагогам. А повысилась ли квалификация педагогов после этого? Такой вопрос был задан в ходе брифинга. Руководитель Департамента Дамеш Ускумбаева рассказала о ходе национального квалификационного тестирования. Сегодня наши педагоги все проходят национально квалифицированное тестирование, квал-тест. Нужно сказать, что сегодня 4528 наших учителей области прошли через тестирование. Из них только 1410 прошли через пороговый бал. И, к сожалению, 38 наших педагогов, которые были на квал-тесте обнаружены с сотовыми телефонами и со шпаргалками, они были удалены с теста. И нужно здесь сказать, что есть приказ, по которому, если педагог удален с нас квал-теста, он ровно год не имеет права проходить тестирование. По государственной услуге в выдаче лицензии на занятия образовательной деятельности в первом квартале текущего года поступило 559 заявлений. Из них 471 удовлетворено, 88 дан мотивированный отказ. Также на пресс-площадке были затронуты вопросы участия выпускников ЕНТ. С 10 марта 2021 года в пунктах, расположенных в городе Тарас, в Ишусском районе проводится единое национальное тестирование. На сегодняшний день в тестировании приняли участие 1924 выпускника. За использование запрещенных предметов во время тестирования удалены 10. Если говорить сегодня о едином национальном тестировании, вы знаете, что с 10 марта проходит единое национальное тестирование у нас в Таразе, в Июстаде и в Шуйском районе, в Тулеве. Это в электронном формате проходит оно. Один компьютер, один ученик, одна камера. О чем это говорит? О том, что все действия ученика, все находятся под наблюдением камеры. Здесь только нужно одно сказать, что сегодня 1924 учащихся приняли участие в весеннем тестировании и 10 из учащихся были удалены из-за того, что обнаружены были сотовые телефоны и шпаргалки. Нужно сказать, что с 15 апреля по 30 июня у нас будет проходить единое национальное тестирование для получения государственных грантов. Это тестирование бесплатное. Ученик только регистрируется, сам выбирает день и сам выбирает время, удобное для него. Ученик может пройти тестирование два раза. И какой из них будет высокий балл, он может этот сертификат претендовать на получение государственного гранта. Но, опять же, одно условие. Ученики не должны пользоваться телефонами и не должны пользоваться шпаргалками. Принцип – один компьютер, один ученик, одна камера, которая следит за всеми действиями ученика. На личный прием к руководителю департамента обратились 11 граждан, которые получили ответы на свои вопросы. А также проведено 11 информационно-разъяснительных работ в районах и в городе Тарас. Для руководителей педагогов – организация образования по соблюдению требований законодательства в сфере образования Республики Казахстан. Танас Амат Елеман Жора, Кул Сем Семниос.